Дачники спорят в феврале Значит, вы настоящий дачник! Здравствуйте, с вами Александра Винниченко и программа «Сады и огороды Приморья». На календаре февраль, а это значит, что мы готовимся к дачному сезону. Готовиться можно по-разному. Выращивать рассаду, закупать удобрения и новый инструмент, рисовать планы светников и грядок, а можно, как Елена Лушина, заняться изготовлением садовых скульптур. Мы можем подготовиться зимой к весенней поездке на дачу. Для этого мы можем себе создать свой домашний, непокупной декор из самых простых вещей. Это пластиковые бутылки, цемент, немножко краски, кисти, ну и чуть-чуть свободного времени и желания. Значит, что мы делаем? Берем вот это у нас бутылка из-под ополаскивателя. Бывший ополаскиватель. Мы все снимаем, его протираем, чистим, обезжириваем. Вот, режем пластиковую бутылку. Здесь у нас было горлышко, мы его разрезали и сделали такую голову. Вот у нас ушки получается. Ну, чтобы ушки легли на голову ровненько, значит, вот она, такая котейка у нас должна получиться. Вот мы сначала выгибаем затылочек. На затылочек мы приклеиваем все вот эти вот части. Вот все буквальные у нас получаются. А потом мы клеим ушки. Ушки мы будем клеить на затылок и чуть-чуть их разворачивать, чтобы получилась вот такая вот конструкция. Вот она. Мы режем на маленькие дольки, чтобы нам на сегменты не дорезаем до конца, чтобы у нас получилась круглая вот эта часть и затылок. И у нас вот и в профиль кот получается уже почти готовый. И делать мы можем мордочку сразу. Мордочку мы делаем для чего? Во-первых, конструкция будет легче, а во-вторых, интереснее, потому что, ну, мы уже видим будущий образ кота. Берем вот так вот, вырезаем ножницами. Вот у нас ножницы, если есть, с изогнутым концом. Они очень удобные. Вот так вот прорезаем вот таким вот образом дольку. Вот, вырезаем ее. Здесь вот надо будет постараться тут обрезать уже ножиком. И вот она получается, долечка вот такая. Вот она, вот он, хвостик, вот это донышко. Вот сюда вот носик идет. И из такой же маленькой части мы можем сделать нижнюю, то есть подбородочную часть. Можем не лепить, это уже не суть важно, но тут интересно, потому что мы уже видим образ самого кота. Нам нужны вот такие вот носочки. Носочки нам для чего? Носочки – это наша арматура. Почему? Я, когда первая начинала делать скульптуры, я по незнанию нанесла цемент сразу на пластик. И он, застывая, сползает. Вот такое мы, если оставим добро, это может быть наш будущий хвост. Я в воду насыпаю цемент. Во-первых, меньше пыли летит. Во-вторых, нам нужна такая жидкая пока что масса. Вот она. И туда мы обязательно добавляем мыло. Мы должны увлажнить нашу арматуру. Почему? Потому что мы сейчас начнем наносить цемент, и у нас часть воды уйдет на смачивание вот этого каркаса. То есть получается, что у нас изначально цемент будет пересушенный. Вот мы его берем. Посмотрите, как чистенько. Вот некоторые говорят, что с цементом нельзя работать дома. Да можно. Главное – приспособиться и делать это не торопясь. Натягиваем носок на голову. Тут у нас немножко получается лишнее. Вот это лишнее можно все заправить. Все, и берем аккуратненько кисточкой обмазывать. Ну вот, видно, да, у нас? И уши уже есть, и щеки. У нас есть вся голова. Все. У нас, в принципе, готов каркас, на который мы потом будем лепить все остальное. Он может сохнуть 2-3 дня, но мы его должны одеть в полиэтиленовый пакет, чтобы сохранилась влажность. Много сразу деталей не лепим, потому что цемент – такая хитрая штука, он тяжелый. И налепишь много, и, казалось, все красиво, утром приходишь у кота челюсть на полу, потому что отвалилась за ночь. Вот они будут наши лапки. Раз лапка. И два лапка. И всему это мы даем, конечно, высохнуть. Потом все это дело обрабатываем наждачкой. Сначала более крупной, потом меленькой налевочкой. Вот есть и где-то, ну, ямка образовалась, какая-то что. Берем обыкновенную шпаклевку строительную, подмазываем все это дело, еще раз шкурим. Потом берем прямо с пульверизатора, хорошо все это дело смываем лишнюю пыль, сдуваем, смываем и готовим под покраску. Когда уже он готовый, сидит на грядке, у него даже имя появляется. Вы смотрите программу «Сады и огороды Приморья». А я спешу показать вам свежий номер журнала, который вышел в начале февраля. Главная тема – семена и рассада. А еще множество полезных советов о том, как вырастить микрозелень и ежевику, суккуленты и лук. Вы смотрите видео-версию журнала «Сады и огороды Приморья». Помните нашу походную ложку? Мы думали, что она нам не пригодится до самого лета. Но тут нас пригласили в гости к садоводу из Занисимовки Ольге Макаровой. Речь шла о дачных заготовках. Главный хит – помидоры. Причем не консервированные, а вяленые. По словам Ольги, вяленых помидоров много не бывает. Вот я уже просто, пусть меня все простят. Все простят. Я уже начинаю пробовать. Все простят. С сыром и с хлебом. С сыром и с хлебом. Желательно с белым, но у нас нет сегодня белого хлеба. Сыр, хлеб и вяленый помидорчик. И вяленый помидорчик. А вот я хотела спросить, а выход вообще какой? Вот берем килограмм помидоров. Он выход ничтожный. Из ведра 10-литрового помидора получается 5 вот таких баночек. Вот таких маленьких. Обрыдаться. Это у меня когда был Макаревич в гостях с экспедиции. Ну, у нас теплица помидоры, теплица помидоры, теплица помидоры. Он где-то говорит, зачем вам столько помидор? Алена Высоцкая говорит. Ну как? Так. Теплица-баночка. Теплица-баночка. То есть это именно вот такое соотношение? Ну, это, конечно, очень утрирован. Но на самом деле из ведра. Но оно того стоит. Ну, попробуйте и скажите. Да, я сейчас попробую. Вы не пробовали еще нигде? Где мои помидоры вяленые? Это вообще сказка. Это песня. Это я не знаю, с чем сравнить. Ну, без ложной скромности скажу. Да, да, да. Сушилка вообще очень жизнью. Облегчает в плане и объемов хранилищ. Где у нас дыня? Вот тут вот у нас дыня. Это чипсы? Это чипсы, да. Оля, все не могу смотреть, сразу нужно пробовать. Как я говорю, бывает дыня очень вкусная. Ну, бывает просто вкусная. Когда она просто вкусная, она идет в сушилку. И да, влага испаряется, сахар становится концентрированным. Ну, как бы уже не скажет, что это дыня однозначно сразу с первого. Я с вами не соглашусь. Да? Нет, я бы не стала дыню переводить на чипсы. Ну, если она, вот на самом деле, она была не очень сладкая, когда она была свежая. Поэтому попала в сушилку? Конечно, поэтому она пришла в сушилку, и она стала сладкая, вкусная, ароматная. Это там, какие объемы вообще дынь были выращены, что там пришла сортировка. И уже те, которые никому вообще не нравятся, они швили в сушилку. Так, Оля, расскажите про варенье. Вообще, сколько банок вы заготавливаете вот с вашего участка и каких? Опять-таки моя крылатая фраза. Все, что меньше десяти, оно поддается счету, а все, что больше десяти, оно уже не считается. Оно не поддается счету. Варю варенье из персика. Вот это вот варенье из персика. Вот такое вот оно гинтарное, красивое-прекрасивое. Я вам просто покажу в камеру, что вот это вот, это персик был. Это был персик, выращенный на Ольгином участке. Он тоже был не очень вкусный. Поэтому попал в варенье. Поэтому он попал в варенье. Все, что было вкусно, то съелось прямо с дерева. Ну а жимолости, клубника и все остальное, они за кадром просто остаются. Просто верьте на слово, они тоже есть в больших количествах. Ну что, давайте пить чай. Давайте пить чай. Напоминаю, наша программа всегда рада отправиться в гости. А еще напоминаю, что в почтовых отделениях, киосках прессы и в садовых магазинах появился первый номер журнала «Сады и огороды Приморья» за 2021 год. Как обычно, это 68 страниц полезной информации. Тема номера «Правила хорошей рассады». Следующий сюжет мы снимали в Тавричанке в хозяйстве Виктории Крупянко. Несколько лет назад волею судьбы Виктория стала итальянской тещей. А когда дочка с зятем переехали из Италии в Россию и открыли сыроварню, она завела около трех десятков коз и стала главным поставщиком молока. О, ты мой красавец! Видите, у него какие уши длинные? Иди сюда, иди, мой мальчик, иди, мой мальчик. Шами, они вообще мясомолочные, то есть он не мерзнет. А уши у нас какие! Вот, уши, ушки, ой ты мой красивый, глазки у нас голубые. Она мясомолочная, то есть мальчики, они к двум месяцам уже 20-30 килограмм весят на мясо. И мамки у них после второго окота дают до 8 литров молока. Ой, ты мой красивый! Ой, 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 ты красивый, Балуша! Ой, ой, Бакс, какой ты красивый, брат, да, у тебя? Они, в общем-то, вы знаете, сейчас стараюсь оставлять себе на плене нерогатых. Потому что рогатые они, вот, у меня такое было, у нас до этого был такой козел, ну, прям классный такой он, ну, и ноги, он такой высокий. Ты мой хороший, Бакс, ты мой хороший, ой, ты мой мальчик. Вот, но... Кустарный, но рогатый, да? Когда рогатый, и когда у них начинается гон, это проблема, то есть вот сюда вы бы не зашли. Англонубийская порода. Хорошие мальчики, хорошие мамы, то есть молочные, но они не очень хорошо переносят холода, да. 30 коз – белых, черных, бежевых с рогами и без – есть удивительная пепельная коза с длинной шерстью и кличкой императрица. Правда, чаще ее зовут просто импи. К весне на козьей ферме ожидается пополнение. После массового окота в стаде будет около дюжины дойных коз. А это ежедневно больше 25 литров молока. Помогают все, кто есть дома. И дочка, по-моему, поможет, и зять, и муж поможет. Все помогают. Дети, у них сыроварня, они забирают молоко. У них есть очень вкусный сыр, который называется качо. Это 50% козьего молока, 50% коровьего молока. Виктория признается, хотя и гостила в Италии, многие сыры распробовала только дома. После того, как дети открыли сыроварню. Мешочек с густок, масса вот эта вот сырная в сливках. Вот для меня, например, в Италии это прошло мимо ушей. Да, моцарелла, моцарелла с помидорами, руккола. Вот это я помню. А, например, для себя Бурату я открыла только здесь. Вы, получается, вот таким, ну, как бы волей судьбы итальянская теща. Да. Да. Вот скажите, как у вас с зятем отношения складываются? Очень хорошо. Никаких вот таких? Нет, Марко он такой, Даша моя дочь говорит, что Марко нетипичный итальянец в плане того, что... Он какой-то очень мягкий. Итальянцы, они обычно такие экспрессивные очень. А Марко, он такой, он очень... Он спокойный. И я и есть поставщик его, ну, козьего молока. Не знаю. Ну, Марко, Марко очень хорош. На этом мы с вами прощаемся. Еще раз приглашаем к нам на сайт sadprim.ru, где можно посмотреть все выпуски нашей программы и почитать архивные номера журнала «Сады и огороды Приморья». А свежий номер можно найти на почте в киосках прессы и садовых магазинах. Заходите на сайт, читайте журнал. Если погода не подведет, в следующий раз встретимся с вами уже на грядках. Редактор субтитров А.Семкин